МОТОЦИКЛ Баджач Боксер И в этом видео вы увидите как из вот такого вот простого мотоцикла Сделать красивый кастом мотоцикл В прошлом году я решил стать байкером Но просто купить мотоцикл мне было мало Я хотел красивый кастом мотоцикл Мне очень нравится кастом культура Я начал подбирать базу для своего кастома Я становился вот на этом байке Потому что он простой, надежный, дешевый И современный мотоцикл Я сделал а-ля Скрамблер Я остался им очень доволен В этом году после поездки на Бали Я больше проникся этой культурой И решил повторить опыт Но подойти более серьезнее К этому кастому Для этого я купил Баджач Боксер С салона Он 2020 года Немножко усовершенствован Но база осталась прежняя Я сейчас его тащу в гараж И посмотрим, что с этого получится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Разобрать байк было самым простым, быстрым и легким. После чего гараж был покинут на долгое время для подбора запчастей. Самым нелегким оказалось найти спицованные колеса под этот байк. Я знал, что они бывают заводские, но в Украину их не поставляют. Но совершенно случайно я нашел оригинальные ступицы под спицы на этот мотоцикл. Я их выкупил. Я их выкупил. Я их выкупил и также подобрал под них вода и спицы. Как я говорил в начале, идея постройки этого байка пришла ко мне, когда я был на Бали. Там много таких вот малокубатурных мотоциклов, которые переделывают из старых мотоциклов и мопедов. Именно там я решил купить покрышки для того, чтобы по приезду начать строить байки. Я напишусь в Индонезии на острове Бали. И здесь все ездят на мототранспорте от малого до старого. Вот сейчас это обычная улица, загружена. Все, кто едут на мотоцикле, от этого стоит здесь невероятный шум. Также на Бали находится кастом-мотовье Deus Ex Machina Ram Enthusiasm. И, соответственно, здесь большое, просто невероятное количество кастом-мотоциклов. Очень много запчастей для них. И поэтому я решил здесь купить колеса, потому что здесь выборов гораздо больше и цена гораздо ниже, чем в Европе или Украине. И вот эти покрышки уже здесь, в Украине, ждут своего звездного часа, когда приедут колеса. Мы это все смонтируем и поставим на этот мотоцикл. Мы забрали бак с покраски. Вот так вот он теперь выглядит. Мне очень нравится этот цвет. Руль, сделали мы его на заказ. Руль стоил 20 долларов. Сейчас будем ставить. Как вам катки? Жирная, правда? Да, возможно, это чересчур этому мотоциклу будет не очень удобно на таких вот колесах. Но мы и не строим комфортный мотоцикл. У нас должен получиться стильный байк для покатушек по городу. И с этой задачей он точно справится. Теперь нужно впихнуть эти колеса в мотоцикл так, чтобы ничего не терло. Погнали! Последнее, что мы делали, это устанавливали колеса, отставили руль и там немножко по мелочи. Но он все равно еще не на ходу, так как цепок сильно короткий. Сегодня мы поставим чуть меньше звезду, добавим цепку и, возможно, у нас будет первый пробный выезд. Но это не факт. Эти колеса очень огромные. И заднее колесо еще больше, чем переднее. И тут очень мало места для его вращения. И вот как раз сегодня будет решаться судьба этого маятника. Будет ли он родным или придется его тоже кастомизировать, резать и расширять. Но мы это все узнаем в процессе. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 И это максимум для этой базы. Хромированные амортизаторы, хромированная выхлопная труба, которая переварена под новое место крепления. Новые хромированные крылья, которые были сделаны из одного большого крыла с Алиэкспресс. Бак был перекрашен и обрезан от всего лишнего. Новое место крепления под аккумулятор и корпус под него. И еще куча мелочей, о которых я даже не буду говорить. Так что проект закончен и отправляется на покатушки в город, где ему самое место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лично мне катание на байке дарит много эмоций. И также мне важна эстетическая или визуальная составляющая, чтобы байк мне нравился. Да, у всех вкусы разные. Но я уверен, что есть очень много таких же ребят, как я, которые мечтают о стильном байке, но когда открывают объявление, понимают, что это им не по карману. Уверен, что каждый может купить такой байк для начала, его не обязательно покупать с салона. В свой первый баджач я купил бы за 650 баксов и самостоятельно переделать его под свой вкус. И возможно, у вас не хватает навыков или умения, но я уверен, у вас найдется подельник в этом деле, как, например, мой бро Клеб, с которым мы строили этот кастом у него в гараже. За что ему огромное спасибо!